Кто сказал, что времена ратных рыцарей остались далеко позади? И в наше современное время можно увидеть, как блестят на солнце латы, а мужчины с мечом в руках отстаивают свое право называться сильнейшими. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Андрей Медведев и его театр сценического боя «Сферон». Как театр начинается с вешалки, а рабочее место менеджера с чайной кружки на столе, так арсенал настоящего гладиатора начинается с функциональной реплики холодного оружия. В процессе боя достигаем измененного состояния, через которое постигаем мир, то есть это состояние постижения мира. Театр «Сферон» существует уже много лет, но всегда интересно, что за бой представят публике отважные гладиаторы на этот раз и в какую эпоху заставят переместись. Бой на мечах – невероятно пафосное, яркое и символичное действие. По крайней мере, таким оно видится нам из современного пластикового 21 века. И трудно представить время, когда меч служил всего лишь острой железкой, способной на части разрубить противника. Если здесь показать, сделать что-то интересное, то зритель придет, и ему будет это интересно. И всегда спрашивают, когда вы сделаете какую-то новую постановку. Естественно, мы этим живем. Далеко в прошлом остались придворные дамы в роскошных платьях, феодальные распри, короли-самадуры и веселые скоморохи. И только гладиаторские бои своих позиций не сдают. Есть сценическое направление, от сценического. То есть актеры очень хорошие. Есть Щепкинское, к примеру, училище. Есть очень хорошие коллективы, которые работают от сценического. Они часто работают с оружием, может быть, спортивным, нереальным. Но не всегда. Но они им делают такие сложные вещи, что повторить последовательность очень сложно. Мы работаем от реального боя. То есть все, что мы показываем – это реальные приемы. И в процессе показательного боя мы делаем практически реальный спарринг. Тут вы можете сравнить тренировочный бой и работу с мячами. Даже редкие прохожие, ставшие свидетелями нашей съемки, забывали о делах и с упоением наблюдали за процессом. Согласитесь, есть в этом своя особая магия. Создаем вот эту энергию, вот этого Игрегора, и создаем красивый бой, на котором зритель наслаждается, и мы наслаждаемся. И создаем вот этот пространство, в которое должен войти и зритель. В этом, собственно, главное отличие от Средневековья. Нельзя рубануть с плеча и просто обезглавить противника. Каждый выпад и даже случайное падение соперника необходимо отыграть. Это то, без чего мы не можем жить. Мы как бы не жертвуем ради искусства, мы живем искусством. Потому что человек без… Вот многие люди, я их знаю, я часто с ним встречаюсь, они не могут без войны. Им надо ехать на войну. Мы не можем без вот этих выступлений, без занятий. Увлечение с циническим фехтованием – дело не из легких, и понимать это можно буквально. Полное турнирное снаряжение весит в среднем около 20 килограммов. Кладиаторы, они подразумевали легкую экипировку, чтобы можно было легко нанести рану. И защита основно базировалась на работе с парным оружием. Короткий меч – щит. За исключением Эритиария, который работал трезубцем, к которому было и так сложно очень подойти. Это муляж гальского меча одноручного, очень удобного, который дробил кости на руках, наносил мощные уколы, хорошо вписывался в пространство в узких проходах, в тесном бою. И работали в основном в паре со щитом. Вот мы видим кулачный щит, который удобен для поединка. У него площадь небольшая, но он встречает раньше удар противника и хорошо контролирует площадь. Плюс им можно делать захваты, загибы и удары. Это фактически костер. Локтевой щит или тарч – он больше для войны. Да-да, в настоящем бою воины чаще держали строй, чем размахивали мечами. Потому что некуда. Там уклоняться, тебе рубят по ноге, а ты все равно стоишь, ты должен жестко. Как правило, рука упирается сюда. Иногда даже убирали оружие, держали двумя руками щит и били ребрами. Это боевой меч сидельный или эсток. Ну, они были еще и подлиннее. Это меч 15-16 века, тоже полуторучный. Настоящим воином, как и полагается, нелишенным романтики Андрей Медведев стал очень давно. Да практически, как все мальчишки с самого детства. Дрались на палках, улица на улицу, двор на двор, кидались камнями. Это было как бы само собой, мы почему-то не боялись попасть в вас там. Потом были спорт, армия, рукопашный бой и обмундирование. Только не доспехи, а современное, милицейское. Так что ловить преступников, каким бы оружием они не обладали, он умеет хорошо. И, похоже, искренне не понимает, почему сотрудников МВД большинство представляет себе скучными людьми. В его жизни всегда были и театр, и живопись, а с недавних пор еще и поэзия. А если кто волну мою поймает, познает смерти бешеный восторг, со мною вместе в бездну он вступает, мы вновь в эфир, а тело наше в морг. К нему приходит очередная информация, и он не может ее не записать. Вот так просто объясняет свои таланты Андрей Медведев. Это как будто 10% помнишь, а что-то знал, но забыл. И начинаешь потихоньку увязывать мысли в строки. И суть, что я хочу людей заставить задуматься, на самом деле, что происходит. В каком мире мы живем, что все не так, что материальность не такая, что есть еще другая материальность, которую мы не ощущаем нашими органами чувств, но она главная, главный механизм, который воздействует на все. Когда мечи в ножнах, а поэтического настроения нет, Андрей обучает детей и взрослых живописи в своей студии сакрального рисования. В пространстве он может быть, допустим, в трехмерном наша планета выглядит как шар, а в четырехмерном она выглядит как спираль, потому что мы ее, допустим, видим в движении. То есть предмет так можно увидеть, потенциально. Судя по картинам и их названиям, Андрей Медведев любит покопаться в подсознании. Тут тебе и размышления о метафизике, и новое гладиаторство, и меташутизм. Его полотна раскрывают тайну шлема, обличают соперничество Сальвадора Далии и Босха, повествуют об искушении святого и иллюстрируют сны. Портрет фехтовальщика Дея Иона, известного французского дипломата и воина. Его живопись, говорит Андрей, это как звездное небо, которое мешает увидеть потолок, но от этого оно никуда не девается. Нужно только чуть больше воображения, чтобы все увидеть. Это почему-то у меня появилось в тот вечер, когда я потом узнал, что один человек утонул. Мне потом сказали, что в этот вечер он утонул. Почему-то я рисовал пучину и рыб. Когда ты живешь, ты начинаешь понимать, что чудо, оно в самом простое. Например, в том, что это мог быть последний поединок, но ты, вопреки всему, идешь домой и наливаешь чашку горячего чая. Это ли не чудо? Или то, что взрослые современные люди, даже снимая тяжелые кольчуги, не перестают быть рыцарями рядом со своей дамой сердца? Я романтик, но я пою ей сиренады. Но там под балконами не надо на кухне. Персональную мужскую программу «Минимум» он выполнил. Стал оплотом своей семьи, до сих пор не перестает удивлять любимую супругу и воспитал сына, который сегодня успешно занимается спортом. А еще недавно был сильным напарником в театральных постановках. Гладиатор «Ахиллес», его сценическое было имя, очень хорошо работал. Но сейчас он к этому остыл. А бой, пусть даже и сценический, требует прежде всего желания этим заниматься и получать удовольствие от процесса. Так что остаются в театре «Сферон» только избранные, чтобы снова мелькали, как молнии острые клинки, звенела сталь и свистел рассекаемый оружием воздух. Субтитры подогнал «Симон»!